Несмотря на то, что дебаты единороссов, вещь сугубо внутрипартийная, традиционно собирают массу слушателей. Еще бы, темы касаются практически каждого из нас. Например, в Копьево темой дебатов стало сбережение нации, образование, здравоохранение, социальная политика. Самый главный капитал это люди в стране. Не нефть, не недра, не заводы. Самый главный капитал это люди. И несмотря на то, что в последнее время очень много делалось, и садики строились, и больницы новые, и перинатальный центр сейчас строится, нам еще предстоит провести огромную работу, просто потому что нам нужно заставить всю эту инфраструктуру, весь механизм эффективно работать. Но а работать есть над чем, уверены все участники праймерис. Как поменять систему здравоохранения, чтобы врач лечил, а не занимался требуемыми отчетами. Учитель развивал личность ребенка, а не вдалбливал шаблонные знания. Вопросов сотни, разумеется, разом их не решить. Однако в последние 15 лет действительно немало сделано государством. Есть в стране прирост населения, значит мы двигаемся в правильном направлении всех государств. Значит люди не боятся за свое будущее, планируют свое будущее. И мне бы хотелось, чтобы в нашей стране это был действительно естественный прирост населения, а не за счет иммигрантов. То, что позитивные перемены после провальных 90-х есть, заметит, пожалуй, каждый. Рост зарплат у бюджетников, развитие высокотехнологичной медицинской помощи, бизнеса, сельского хозяйства, как пример соседнее Скопьево село Новомарьясово. Отдаленные деревни, в домах вода, ванны, санузлы. Это очень хорошо. Всю жизнь, даже в советские времена, там была привозная вода. Вот вам и сравнение. Выступление участников предварительного голосования слушал особый гость. Кстати, он тоже обратился к собравшимся. Наш земляк Виктор Озеров, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, курирует ряд сибирских регионов. Он отметил, что конкуренция в Хакасии среди однопартийцев крайне высока и до сих пор непонятен лидер. Впрочем, определить его – задача граждан. Это очень важно, что каждая территория Российской Федерации будет представлена своим представителем. Этот представитель должен быть действительно народным. И в ходе такого голосования мы действительно сможем отобрать таких кандидатов, Илья Муровец или Василиса Прекрасная, которые потом будут в жесткой конкурентной партийной борьбе по 17 сентября соревноваться с другими политическими партиями и кандидатами. До единого дня предварительного голосования 22 мая остается меньше недели. Кстати, в бюллетене можно будет отметить нескольких понравившихся участников. Константин Кравцов, Станислав Колченаев, Антон Новожилов. Вести Хакасия. Константин Кравцов, Станислав Колченаев, Антон Новожилов.